друзья всем огромный привет вы на канале арт фото life меня зовут серджио и я также влюблен фотографию как и вы а в сегодняшнем видео мы поговорим с вами про иллюзию как легко обмануть наш глаз и благодаря полученным знаниям в этом видео вы лучше начнете разбираться в теории цвета понимать свето-теневой рисунок а также ответить на вопросы почему пресеты других авторов не подходят для ваших фотографий и еда друзья нам предстоит еще много что узнать про цвет и свет и это в любом случае благоприятно повлияет на обработку наших фотографий если ты впервые на моем канале не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов universal для пк и телефона следи за новостями в инстаграм участвую во флешмобах получай призы и подарки а в telegram канале тебя ждет общение с единомышленниками совместное продвижение соц сетей программы на телефон и пк для обработки фото и видео ссылки на instagram и telegram в описании к этому видео а сейчас давайте я вам зачитаю фразу известного нейрофизиолога бо лотто который в том числе изучал свойства нашего глаза так вот как утверждает боб изображение воспринимаемая глазом это сенсорная информация которая не содержит смысла потому что она может приобрести буквально любой смысл а то что верно для информации сенсорной верно для информации вообще информация сама по себе не несет изначального смысла важно то что мы делаем с этой информацией много буков непонятно теперь давайте подробнее ссылочка на сайт на котором вы сможете ознакомиться с иллюзиями будет находиться в описании к этому видео а мы с вами сейчас перенесемся photoshop и я вам покажу один маленький фокус и так друзья вы видите шахматную доску на которой стоит цилиндр тень от этого цилиндра падает по диагонали и ложится на квадратик b и если мы с вами обратим внимание то мы увидим что а и б они разные согласитесь да а темнее б светлее но так ли это на самом деле я заранее вырезал квадратик b и давайте посмотрим что будет если я его поднесу ближе квадратику а и так внимание но что вы скажете теперь неужели б квадратик такой же да абсолютно верно еще раз я возвращаю его назад и он опять становится светлой давайте сделаем покрупнее и помедленнее и так цепляю квадратик b и медленно медленно несу его ближе к квадратику а и что вы наблюдаете вы наблюдаете как будто он постепенно темнеет но это один же тот же квадратик я абсолютно ничего с ним не делаю а все это происходит потому что мозг через органы чувств почти не способен производить какие-либо точные измерения самостоятельно ему гораздо легче дается относительное сравнение вот этот звук громче этого вот этот промежуток времени короче другого вот этот свет светлее по сравнению с этим а этот темнее по сравнению с этим собственно говоря это мы и то же самое наблюдаем то есть когда квадратик одного и того же цвета находится в тени либо на свету он всегда будет нам казаться либо светлее либо темнее вот поэтому друзья применяя пресет в котором выставлены отрегулированы тени в одном случае вы увидите что эти тени делают некоторые объекты очень темными в другом случае очень светлыми поэтому любой пресет нужно дорабатывать самостоятельно но это только то что касается свето теневого рисунка теперь давайте мы поговорим про цвет сейчас будет еще интереснее итак друзья вы видите кубик рубика обратите внимание на верхний квадратик посередине он коричневого цвета и обратите на такой же квадратик который находится сбоку он находится в тени и да он желтого цвета но так ли это вы уверены что один квадратик коричневый а другой желтый я заранее наложил маску и давайте мы с вами посмотрим что произойдет если эту маску включу то есть мы закрасим все поле оставим только эти два квадратика и я выключаю верхний слой и что вы видите на картинке вы на картинке видите абсолютно два одинаковых по цвету квадратика я возвращаю назад картинку и один квадрат коричневый а другой квадрат желтый вы наверное скажете я вас тут немножечко решил надурить а давайте мы сейчас посмотрим для того чтобы проверить нет ли здесь какого-то обмана я добавлю пустой слой вот он в виде шахматки и на нем не содержится никакого цвета никакого объекта никакого света теперь давайте я выберу инструмент пипетка и возьму образец с верхнего коричневого квадратика кликаем теперь я выбираю кисточку и теперь я аккуратненько провожу от коричневого квадрата к желтому и что вы наблюдаете вы наблюдаете что в этом месте цвет коричневый а здесь он становится светлее и становится таким желтеньким оранжевым давайте я все скрою оставлю только тот свет который я нарисовал это абсолютно один и тот же коричневый цвет давайте теперь мы сделаем немного иначе теперь я возьму образец с желтого квадрата выберу кисточку и проведу от желтого квадрата в сторону коричневого смотрим смотрим убираю все лишнее коричневый цвет теперь друзья вы понимаете почему в одном случае ваш цвет может выглядеть коричневым в другим он может выглядеть желтым или оранжевым а теперь я оставляю вас наедине с этими знаниями живите с ними и применяйте их на практике и теперь вы точно будете понимать почему пресеты фримекса или корсара ложатся немного иначе на ваше изображение и как бы вам этого не хотелось но вам волей-неволей придется их дорабатывать на этом друзья все с вами был серджу желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч и и и и